В этот вечер, в этом городе, приглашаем вас на место встречи. Место встречи. Первым языком в НАТО считается английский язык, ну а вторым по значимости французский. Так что, как бы то ни было, чем ближе к НАТО, тем больше языков знать надо. Вот наши победители, вы их уже хорошо знаете в лицо, они приходили не один раз, правда, ну по одному или группами, но вот они сегодня вчетвером. Они будут отвечать на вопрос, отвечайте. Первый английский, второй французский. Вот сразу так вот. Объясните, пожалуйста. Объясните, ну по-моему английский язык, это международный язык уже давно считается на первом месте. Ну а на втором французский, потому что Франция... Самые красивые девушки во Франции. Нет, Франция, наверное, вошла в НАТО в числе одной из первых стран. Хорошо, примем это объяснение. Каким языком, расскажите, пожалуйста, какими языками вы владеете? Без словаря, со словарем и каким из переводчиков? Ну, владею в совершенстве русский, английский, украинский. На грузинском немножко могу. Могу хорватский, таджикский тоже чуть-чуть. Со словарем чешский, латышский, литовский. Японский. Ну, японский плохо, хуже. Вот китайский лучше. Тибетский тоже знаю немного. Просто полиглот. Ну, Саша знает там больше. У него еще там индийский есть, с индийскими наречиями. Потом, вот, в основном по Франции он специализируется, и по Африке. Пожелайте, если можно, ну, я знаю, вы сейчас будете передавать перед друзьям? Передайте, передайте каждый на своем любимом языке. Ну, я, наверное, передам на русском, потому что, если передам на каком-то другом, тот человек, которому я передаю, он не поймет. Я хочу поздравить Сашу. Утре там со мной стоит с одним знаменательным событием, которое можно даже назвать юбилеем. Он знает, о чем я говорю, он к этому стремился. Думаю, что следующий юбилей у тебя будет намного быстрее, чем тот, которого ты ждал. Спасибо, да, я тоже так думаю. Мне хочется... А, на любимом языке, да? Ну, я передам привет в город Полтаву. Привет, Андрю... Нет. Андрій. Андрій, привет. Привет тебе от нашего АСТ-команды. Лелеково. 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 Займайся своєю любимою справою. Ну, також не забывай хлопців. Також мені хочется передати привіт жіночому коллективу. Кафе-экспрес. Пожалуй, все. Добре. Хто там казав, що на китайський зручно? На китайський не зручно. Я хочу передати привіт Кулиничу Едику. Поздравити його с тем, що на цю неделю він вернулся із армии. Після дуже тяжелого року для нього. Ну, то есть... Жене його привіт. Пускай здравствуйте. Родителям дядя Вася не буде смотреть. Ну, і також родним своїм товаришам. Понятно. Я хочу поздравити команду «Локомотив Олвест» с окончанием этого трудного сезону. Поздравити свого брата с венчанням, которое состоится в скором времени. І привет в город Полтаву Андрею Буту. Ряди пополнились. Все ясно. Все на Полтаве просто завязано. Да, ще хочеться передати большой привет нашому общому знакомому Миші Корюкову. У нього тоже произошло знаменательное событие. Ну, где-то дні 10 или пару недель назад. Ну, и, конечно, хочется Миша спросить у тебя, как тебе вчера, понравилось с нами гулять или нет? Все, привет. Подождите, а как он должен вам ответить? Он вам должен лично, да? Он нам позвонит. Миша, позвони. И сказати Душмелю обязательно привет. Он сегодня на работе. Дорогие телезрители, вы, наверное, уже поняли, что если приходят эти ребята, то программа может состоять сплошную из одних поздравлений. Вот столько у них много друзей, знакомых, родственников и так далее. И всем они желают всего самого хорошего. Этих пожеланий у них очень много. Ну, для таких больших молодых людей, тем более их четверо, приз очень маленький. Но, тем не менее, я его вручаю. Это «Медовый лосьон», две кассеты от музыкального центра под веселым Роджером. Это «Майкл Джексон» и «Романтик коллекшн». И флажки. Ну что, вам нечего добавить к своим пожеланиям? Все, да? Все? Ну, сейчас мы подумаем. Больше нечего, наверное, да? Мы в следующий раз добавим. Хорошо, приходите в следующий раз. Вот они пришли сегодня, и именно они не дали выиграть девочке, поэтому я с вами не прощаюсь. Сейчас она еще передаст свои пожелания. Ну, раз я не успела... Не пугайте, не пугайте, вы идите. До свидания, до свидания. Раз я опоздала, ну, получить свой приз, то я хотела бы передать привет своей самой бывшей школе, 37-й школе, потом 13-й школе и лице 89-му. Ну, по традиции родителям привет, кому там еще. Ну, в общем, не храйте, в общем, как... Не храйте в фигурную встречу и быстрее ездить. Как вас зовут? Ольга. Оля, в общем-то, вы не опоздали, но просто они вас опередили, скажем, с машиной, они как бы... В следующий раз я желаю вам прийти раньше, чем они, или чем кто-нибудь другой. Хорошо? Спасибо вам. Смотрите нас и встречайтесь с нами. Куда идем мы с гяточком? Большой, большой степет! И не расскажем мы о нем, улет или нет? А мы идем на место встречи. Ага! Есть много словосочетаний в нашем языке, из которых стоит назвать первое слово, как тут же напрашивается второе. Именно это я и хочу сделать. Я хочу назвать вам первые части некоторых словосочетаний, а вы придете и добавите вторые. Итак, слушайте первые части. Бочка, штаны, поцелуй. Так чьи же бочка, штаны и поцелуй? Подсказываю. Вторая часть каждого словосочетания — это имя человека. В нашем городе нас знают и ждут. Здесь, 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 здесь. А вы хотите, чтобы вас не только знали, но к вам спешили и вас ждали? Продолжение следует. Продолжение следует...